Приветствую вас, Ольга, давайте мы с вами начнем. В первую очередь хочется сказать следующее. Никаких универсальных приемов не существует. Я работаю с этой проблемой, которую вы описываете. Потому что все очень-очень-очень индивидуально. И эту индивидуальность вы предлагаете по факту сбросить со счетов, предполагая, что есть какой-то универсальный прием, что позволит вам, что поможет вам вашу проблему решить. Такого приема нет, потому что у всех людей есть своя собственная проблематика, указывая, есть своя собственная история и идеология развития проблем. Да, безусловно, есть схожие моменты, но завязаны не всегда на индивидуальных, определенных аспектах, которые, на мой взгляд, ну, как-то вот нельзя игнорировать. Да, потому что если это делать, да, если пытаться, игнорировать, вот, то, как бы, ничего хорошего из этого не получится, на мой взгляд. Поэтому не нужно искать каких-то индивидуальных решений, их нет. Следующее. Страх публичных выступлений зависит, точнее, не зависит, неправильно сказал, появляется по нескольким причинам. Первое. То, что вам, мои коллеги уже сказали, вероятно, это как раз-таки оценка, ну, оценка, собственно, страх оценки, страх критики, ну, вывод, это первое. И второе, это, в какой-то степени, недостаточность, важность, недостаточность, смысл того, что вы лично делаете. То есть, словно говоря, когда человеку не хватает важности его занятия, когда человеку не хватает значимости того, что он делает, когда человеку недостаточно от этой самой значимости того, что он делает, тогда начинаются проблемы. Потому что, когда я сам не уверен в том, что я делаю, когда я сам сомневаюсь в том, что я делаю, мне нужна в этот момент, поддержка других людей, и я становлюсь зависимым от оценки всех самых других людей, чем, собственно, и является проблема, чем, собственно, и является проблематика. Понимаете, какая штука? Вот. Так что, именно недостаточная, я бы сказал, проработанность смысла вашего собственного того, что вы делаете, является причиной, является основанием для того, что вы сомневаетесь в себе, и что вы не уверены в том, что, ну, что вы зависимы в какой-то степени, да, от самооценки, от оценки других людей. Вот. Дальше. Почему человек зависим от оценки? Ну, помимо того, что он, значит, сомневается в том, что он делает. Потому что у него к себе не совсем адекватные требования, если честно, то требования совсем не адекватные. И требования, основное требование, это я должен соответствовать ожиданиям других людей, я должен быть определённым. Вот. Значит. И тогда я буду хорош. То, что я сам думаю, делаю и знаю, не имеет никакого значения. Вот. Собственно. Это то основание, по которому человек дает оснать. Одно из оснований. Откуда вы его получили? Откуда оно у вас сделалось? Это основание. Нужно выяснять. Потому что история развития указана своя. И уважена своя. Это важно понимать. Да? Вот. Как только будет понятно, как вы сформировали свои представления о себе и свои приоритеты, вы сможете увидеть для себя пути, возможные пути решения данного, ну, данной проблемы. Вот. Такой вот момент. Понимаете? Да? Дальше. Дальше. Это непринятие себя. Обрицание чего-то в себе. Ну, оценка, да. То есть, стремление какое-то стремление себя оценить, стремление себя эм, как бы вот, эм, довести до уровня выше, чем до, на котором вы находитесь сейчас. Это постоянная гонка со собой. Вот вы пишите, имеется страх негативной оценки. Давайте разберём это более подробно. Что вы имеете ввиду? Под страхом негативной оценки. Что для вас умножает негативные оценки? Как вы себя будете чувствовать? Эм, если вас негативная оценка? Что такое негативная оценка? И, что именно для вас так важно? Дальше. Эм, 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 значит, смотрите. Вы пишите, эм, пишите вы, эм, буквально, следующее, что перед публичным выступлением я жутко нервничаю. Эм, я вам здесь могу сказать примерно в следующий момент. Эм, тот факт, что вы жутко нервничаете, говорит о том, что в одно действие, то есть, ну вот, эм, действие по публичному выступлению, вы вкладываете что-то гораздо больше. Да, пока не совсем понятно, что именно вы вкладываете. Но, совершенно очевидно, что вкладываете, что-то. То есть, что это значит? Это значит, что, эм, значит, вы через, через, эм, публичное выступление, пытаетесь что-то для себя. Позже. Через публичное выступление, вы пытаетесь, что-то реализовать. Теперь осталось только понять, что именно вы пытаетесь реализовать. Какую еще проблему вы пытаетесь решить, эм, через, э, ну вот, эм, ну, через публичное выступление. То, что вы пытаетесь решить какую-то проблему, я даже, я даже не сомневаюсь. Ну вот, какую проблему вы пытаетесь решить, это очень важный момент. Очень важно понять, какую проблему вы пытаетесь решить через публичное выступление. Потому что, эм, как бы, понятно, что, в какой-то степени, это, э, идеал. Но, э, это не значит, что мы не можем к этому стремиться. Так вот, есть одно золотое, как мне кажется, правило. Одно действие, один мотив. Не может, когда у одного действия мотив больше, эм, одного, сразу же, сразу же начинается проблема. Появляются, э, определенные страхи, появляются определенные, э, волнения, появляются определенные, э, переживания и так далее. И, скажу честно, скажу честно, это нормально, то, что переживания появляются, это нормально. Потому что, э, действительно есть, э, чрезмерно заинтересованность в том, чтобы успешно, э, пройти задание, успешно выполнить работу и так далее. Это правда. Но, что будет, если не получится? Как вы будете чувствовать себя, если не получится? Я скажу. Могу сказать. Чувствовать, чувствовать вы себя будете, мягко говоря, не очень. Хорошо. Вы будете чувствовать себя неудачницей, скорее всего. Вы будете чувствовать себя, скорее всего, подавлено. Вы будете чувствовать себя, скорее всего, э, крайне неуютно. Ну, и, и так далее. То есть вариантов, э, в принципе, здесь достаточно много будет. И важно, конечно, конечно же, э, немножечко другое. Важно то, что вы сами о себе думаете. Для себя, от себя, и насколько эти ваши, э, требования к себе, да? Вот. Насколько они адекватны. Насколько они реалистичны для вас. Понимаете, какая штука? Вот. Это то, на что вам нужно обратить своё внимание, своё пристальное внимание. Я бы сказал. И вот. Ага. Тогда, когда вы это сделаете, пристально обратите внимание. Тогда ситуация может быть разрешена для вас более, чем позитивно. Позитивно. Дальше. Идём. Так. Э, когда я выступаю, говорить друзей в голос еще больше за это не нужно. Ну, опять же, здесь нужно разбирать, чего вы боитесь. Я посмотрел кучу видео на этот день, от разных стыковиков не только, но реально ничего не помогло. Помогите, пожалуйста. Такое ощущение, да, что вот вам что-то должно помочь, э, как бы, саму по себе, да? То есть, это же происходит так, что человек, э, сам вкладывается в работу. А не так, что, что он просто взял и само по себе поменял. Это так не работает, на самом деле, к сожалению. Поэтому, нет ничего удивительного, что в видео вам не помогли. А, вот, есть такая техника. Представьте себе, собственно, на этой сцене, и представьте себе, кто на этой сцене, кто сидит, кто сидит в зале. И, э, поговорите с этими людьми. Что они о вас думают, что они от вас требуют. А потом забастайтесь тем, что вы думаете о себе и чего вы хотите. Это можно обсудить дальше уже на консультации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И, надеюсь, на обратный свет. Всего самого доброго. Удачи. Приятного. Удачи.